Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 апреля, день Ирины. В далекие дни, когда на христиан были гонения, жили три сестры-красавицы. Ирина из них была младше. Они были христианками и за это были схвачены и пытаемы. Старших сожгли на костре, хотя тела их не были тронуты огнем. Ирина же было решено привезти в блудилище на поругание, чтобы она была там до тех пор, пока не умрет. Однако ангелы ее освободили и отвели на гору. Судья, узнав об этом, послал солдат, которые стали стрелять из луков и при этом смертельно ранили святую. Наши предки этот день называли днем Арины рассадницы, потому что начинают сеять капусту в рассадниках и вообще работали в огороде. Считалось, что если капусту посадить на Алину, то она вырастет крупной и вкусной. Тем более, что в старину капуста была одним из славных овощей. Ее использовали для приготовления основного блюда, кормившего всю семью щей. При посадке капусты существовали приметы. Например, никогда не сажать капусту в сухие дни. Если это сделать, то сила растения уйдет в кочерыжку, а сами капустные листья будут невкусными. Не сажали капусту в четверг. Согласно приметы, ее могут съесть вредители. Для того, чтобы капустные кочаны уродились крепкими, первый посаженный сегодня росток накрывали чугунком, а сверху большим горшком, на который покрывали белую скатерть и придавливали камнем. Для того, чтобы защитить капусту от вредителей, втыкали в грядки ростки крапивы. К этому времени заканчивался разлив рек. Они входили в свои берега, оставляя за собой размытые берега. В народе этот день называли еще Ирина, Ольве берега. Приметы. Засвела ольха, значит можно сеять гречиху. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового, или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости. С целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!